Пока школьники отдыхали, в образовательных учреждениях кипела работа. В одних школах шёл ремонт, в других – стройка новых корпусов. Строителям осталось нанести последние штрихи, докрасить заборы и фасады. Делается это под руководством департамента дизайна. Такое поручение специалистам дал глава города. И, конечно, глав районов тут надо подключиться. Значит, подключиться нужно к чему? Осталось совсем немножко. И там, где у нас есть проблемные вопросы, имеется в виду в школах, их надо завершить до 18-го числа. Кроме школ, у нас есть детские дошкольные учреждения. И, Ольга Николаевна, вместе с главами районов, вот в последующую неделю, ну, сегодняшнюю, эту, уделите внимание детским дошкольным учреждениям. Точно так же проверить и, прежде всего, меры безопасности, а это, опять же, видеокамеры, контуры, закрыты должны быть кнопки, значит, в обязательном порядке тревожные. 19 августа Пахомов лично проинспектирует готовность школ и детских садов. А к 25 августа, подчеркивает мэр, вблизи этих объектов должна быть обновлена вся дорожная разметка. В целом, подготовку к новому учебному году чиновники вместе с правоохранителями обсудят на заседании антитеррористической комиссии в конце месяца. К слову, линейки в сочинских школах в этом году пройдут 2 сентября. Обсудили сегодня на планерке и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. На данный момент город обязан им предоставить 37 квартир. Судя по средней рыночной стоимости квадратного метра, одной краевой субсидии для реализации программы недостаточно. Необходимы еще 12 миллионов рублей с бюджета города. Но это решение могут принять только депутаты. Выходить обязательно нужно на городское собрание. Если не получается у нас, то 12 миллионов нужно добавлять и приобретать эти квартиры. Остро-жилищный вопрос стоит и у жителей многоквартирного дома по улице Видовой. Пятиэтажка на Мацесте признана аварийной и попала под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Расселить там необходимо 92 квартиры. Предложенные мэрии варианты сочинцев не устраивают. Сегодня на планерке обсудили новую дорожную карту, судя по которой 24 квартиры жильцам выдадут на Пасечной и 62 на улице 20-й горнострелковой дивизии. Вот за 10 лет, а там 10 лет, начиная с 2010 года, мы начали переселять людей из ветхого и аварийного фонда. Мы приобрели где-то 1100 квартир. Сколько их заселено? Ну, 1060 заселена, на мой взгляд. Может больше. Поэтому возьмите полностью, проверьте все дома, все квартиры, разберитесь, пожалуйста. Выявите эти квартиры, которые не заполнены. Выявите людей, почему они не пошли туда, судятся. Появится у нас какая-то картина. Но самое главное, у нас появится фонд тех квартир, которые не заселены. Уборка улиц. Сегодня этот вопрос особенно актуален для Сочи и не только потому, что на курорте разгар пляжного сезона. С 19 августа в городе стартует большой фестиваль с участием звезд российской эстрады. Задействованы будут две площадки города. Медальная в Олимпийском парке и площадь Южного мола Морпорта. Вход на концерты звезд свободный. Гостей ожидается десятки тысяч. Задача глав районов – сохранить улицы в привычной чистоте. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.